Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то настал этот замечательный долгожданный день И сегодня мы начинаем новый проект По сбору 3D принтера с кинематикой CoreXY Мы соберем с вами огромный принтер С огромной областью печати Высокоточный, надежный, стабильный и качественный Это самые главные критерии, которые я ставлю перед собой Но для этого нам нужны будут, естественно, качественные комплектующие Для этих целей я подключил три основных магазина В которых я постоянно покупаю комплектующие Это Mechanical Pad Store Магазин, который специализируется на направляющих Магазин, комплектующий для 3D принтера Mail of Store Вы о нем уже слышали неоднократно И, соответственно, Big3Tech, который специализируется на электронике Потому что материнские платы в основном самые популярные и самые интересные именно от Big3Tech Эти магазины я выбрал не случайно Потому что качество продукции у них достаточно высокое И оно проверено лично мной и коллегами по 3D печати Поэтому, естественно, я могу их смело рекомендовать Конструкцию принтера я решил разработать сам Так как те предложенные варианты, которые есть в интернете, мне не особо понравились Для нашего принтера я решил выбрать кинематику CoreXY Так как она, на мой взгляд, одна из самых точных и самых лучших Ультимейкер мне, например, не понравился за счет использования валов То есть валы должны быть очень точные Соответственно, очень хорошие втулки и так далее А на такой большой области печати, как у нас Это 310х310 с возможностью расширения до 400 Естественно, ультимейкерская конструкция не особо подходит Также можно было бы использовать, например, тот же HBO Но уже неоднократно доказано, что такая кинематика уступает CoreXY За счет того, что на HBO используется один ремень Очень длинный И, соответственно, это не может не влиять на качество и геометрию печати А на CoreXY используются два ремня Соответственно, меньше растяжения и меньше влияния на геометрию В магазине Mechanical Padstore, который специализируется по направляющим Были куплены 4 вала диаметром 12 мм И к ним, естественно, подшипники LMK12 Кстати, качество движения просто ZBS Посмотрите Кстати, никаких люфтов нет Из-за этого мне очень нравится продукция именно Mechanical Padstore Потому что все, что они мне присылают, оно всегда качественное, всегда ровное Валы, кстати, я проверял, они очень ровные Я их и катал, и крутил на дрели То есть, в принципе, просто супер Никаких отклонений нет Честно говоря, я даже был немножко удивлен, потому что реально длина данных валов 600 мм Также в этом магазине были куплены специальные опоры для наших валов Самое интересное, что ко мне пришли еще в запасе вот такие вот два лишних держателя Может быть, ошиблись, конечно, доложили лишние Но лучше больше, чем меньше И за это все равно огромное спасибо По крайней мере, мне будет приятно, что хоть получу хоть какой-то бонус от этих магазинов Еще раз повторюсь, друзья, я все покупаю за свои деньги Каждую покупку могу подтвердить, поэтому не пишите в комментариях того, чего не знаете Также была прикуплена шариковинтовая передача, два СФУ И для них специальные вот такие вот фланцы с подшипником внутри На обратную сторону я поставил жесткую муфту И вот так вот будет устанавливаться наша конструкция на принтер Хочу заметить, что в отличие от Т8 винта, где втулка у нас шатается практически во все направления, по всем осям То есть, огромнейший люфт У этого ШВП люфта вообще нет То есть, очень жестко, просто the best Если смотреть по цене, то стоимость между этими комплектующими где-то разнится в два раза То есть, за два Т8 длиной 600 мм вам придется заплатить где-то в районе 20 долларов Ну и плюс надеяться, что их качественно доставят и не погнут в дороге За более толстый, более качественный без люфтовый ШВП вы заплатите 40 долларов Именно за два штуки Я думаю, в принципе, 20 долларов это не такие большие деньги Но при этом, извините меня, но качество здесь совершенно отличается Дело в том, что собирать самосбор с дешевых комплектующих нет смысла Проще пойти и купить уже готовый там Тронкси или какой-нибудь другой принтер Потому что китайский производитель на готовых принтерах ставит зачастую дешевые, непроверенные комплектующие Также в Mechanical Post Store были прикуплены вот такие вот рельсы МГН-12 Они показали себя очень хорошо Никаких люфтов нет Очень плавно движутся Никаких закусываний Качество реально просто обалденное А мы переходим к следующему магазину Это Mellow Store Вы о нем слышали неоднократно в моих видео В этом магазине я купил очень качественные шаговики для нашего принтера 5 штук Также был прикуплен Crazy Hotend О нем будет еще отдельное видео и тестирование Кулеры, всевозможные, концевики и прочие комплектующие Так как мы будем использовать кинематику Core X Y То я решил прикупить хороший, качественный ремень Стоит он, конечно, на порядок дороже, чем дешевые китайские ремни Но качество, ребята, реально просто the best Также были прикуплены шкивы на подшипниках Зубьям и без Честно говоря, до этого я покупал дешевые шкивы по рекомендации Но в итоге из 5 шкивов у меня 3 не работало То есть они заедали Потому что внутри были некачественные подшипники Со шкивами от Mellow Store у меня проблем нет Я такие же поставил сейчас на Ender Работают просто великолепно Поэтому всем рекомендую Продукция от Mellow Store реально the best По рекомендации моего друга блогера Виталика С уголок технаря на ютубе Я решил прикупить два блока питания от компании Minville Он сказал, что это очень известная марка Они стоят, конечно, конских денег Но они типа классные Их реально стоит прикупить Два штуки по 15 ампер Надеюсь, они, конечно, покажут хорошо себя в работе Потому что деньги были потрачены немалые А мы переходим к сердцу нашего 3D принтера Это материнская плата от компании Big3Tech SKR версии 1.1 Pro Это топовая материнская плата Которая на сегодняшний день является Одной из самых лучших Потому что здесь более чем достаточно Портов и слотов для установки датчиков всевозможных Кулеров и так далее Также есть возможность установки H6 драйверов То есть 6 шаговиков Ну и плюс еще установка Wi-Fi Которую я также прикупил в Big3Tech Для установки на нашу материнку Также в магазине Big3Tech был прикуплен Вот такой вот нагревательный стол Размером 310 на 310 с ультрабазой Надеюсь, покажет он себя очень хорошо Стоит он, кстати, недорого Поэтому всем рекомендую Вещь, конечно, отличная Еще было прикуплено огромное количество уголков Винтовый М4 с круглоголовкой И Т-образный гайчик и сухарей Для качественной пайки электроники Прикупил даже паяльную станцию 85-86D Янтроп Паяль просто великолепно Ну просто отличный аппарат Еще к нему в нагрузку взял вот какую-то стоечку Кстати, очень удобная Как видите, друзья, я капитально затаялся Все необходимое уже куплено И можно приступать к сборке Сегодня сборку я делать не буду Это вступительное видео Хотел вас ознакомить с комплектующими Которые были куплены Где были куплены Почему были куплены именно в этих магазинах Да потому что они проверены Проверены лично мной Они меня ни разу не подводили Потому что в других магазинах Которые мне рекомендовали Которые я сам находил Мне вечно приходил какой-то брак Какие-то проблемы Где-то вообще товар не приходил Где-то кривой, где-то косой В этих же магазинах Мэл оф Стор, Механикал под Стор И Биг Тритек Я покупаю всегда качественную продукцию Итак, друзья, в этом видео Я постарался максимально коротко Рассказать вам о всех нюансах сборки О том, как будет выглядеть наш проект Как мы будем его собирать Сам процесс сборки мы перенесем Уже на следующее видео Так как не хочу растягивать это видео Чтобы не тратить ваше время Профиль для сборки нашего 3D принтера Я заказал в Украине Так как цена в Украине Оказалась намного дешевле Чем это все покупать в Китае Заказал я профиль в магазине Алюшоп Это украинский магазин Если вы живете в России То, если я не ошибаюсь Есть там такой магазин Как Собери завод Его достаточно очень часто хвалят И говорят, что там очень хорошая Качественная порезка Самое главное, друзья У меня есть огромная мотивация Это вы, уважаемые зрители, подписчики В своих комментариях Вы пишите очень дельные советы Естественно, вы также можете сейчас написать Что вы думаете об этом проекте Может какие-то изменения внести Возможно, какие-то у вас предложения Дельные появятся Все это пишите в комментариях Буду очень рад почитать и ответить На этом, друзья, я буду с вами прощаться Не забудьте поставить лайк Подписаться на канал А с вами был Макс До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok